Можно ли заменить поход в церковь в онлайн-трансляцию литургии, когда нет возможности пойти? Саша пишет. Полноценные замены литургии через онлайн-трансляцию, конечно, нет. Ничем нельзя заменить ваше присутствие на службе, ваше словесное участие в ней через диалоги служебные, через молитву, ума и уст и приступание к чаше. Но, конечно, какая-то компенсация совершается, безусловно, и свою работу эта литургия делает тоже. Я помню, когда еще жил далеко, то я видел, как старые бабушки-католички слушали по радио Ватикан. Из Ватикана, значит, мессу по воскресеньям, которые из дома не выходили, некоторые проводили воскресенье возле радиолы. И мне было завидно, что у наших православных бабушек, которые тоже из дома не выходят, нет такой возможности. Вот теперь есть такая возможность. Можно сидеть дома и... Только ты не знаешь, как себя вести, например. Я однажды каналы клацал, наклацал какой-то канал религиозный. Там идет служба из Санкт-Петербургской духовной академии всеночной. Я встал и постоял полвсеночной. С дивана встал и стою возле телевизора. Я себя, конечно, ощущал немножко так потешно. Но я как бы сейчас развалюсь, как бы сяду и лягу, а там Евангелие читают, там поют, там Кадят, Честнейший Херувин поют. Немножко здесь есть такое как бы смущение. Конечно, это не заменяет полноценного участия, но это тоже совершает свою работу. Какую-то свою работу это совершает. Ну, а пропорции, это уж, знаете, это уж, наверное, мы не сможем их определить. И поскольку яд и лекарство – это одно и то же, только вопрос в пропорциях, то Господь Бог наш добрый аптекарь. Он умеет взвешивать тонкие вещи, растворяет благодатные врачевания, умеет делать тонкую работу Господь. Так что смотрите в случае необходимости и так спасайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok